Всем привет и добро пожаловать на границу знаний. Стереотипы заставляют нас верить, что над толстяками положено смеяться из-за их кажущейся неловкости. Однако физиологи из университета Клода Бернара оправдали всех, как они выражаются, людей с избытком массы тела. Можно было бы заподозрить их в корысти. Благодарные толстушки бросаются к стенам института лобзать ученых и все такое. Но эту версию разрушает факт, что сами ученые – женщины, причем худые. Как бы то ни было, опыт получился занятный. Физиологи исследовали то, что в английском называется exterior body awareness, ибо – осознание границ тела. Толстяков напрасно считают неуклюжими. Из-за постоянной боязни что-нибудь опрокинуть. Они, очевидно, вырабатывают куда лучшую координацию, чем иные худые люди. На подопытных надевали перчатки, управляющие роботизированными руками. Сами руки при этом находились на разном расстоянии от оператора или же за стеклом. Когда человек овладевал базовыми функциями, его выпускали на полосу препятствий. Руки должны были уклоняться от объектов, хватать кубики и проникать в отверстия. Оказалось, что мозг подопытных очень быстро начинал воспринимать внешний механизм как часть тела. Если сначала за управление отвечали только инструментальные области мозга, которые включаются, когда ты достаешь из холодильника молоток и дрель, то со временем мозг начал орудовать роботом как частью тела. Эта ситуация повторилась в другом эксперименте, когда подопытных сажали в операторское кресло и заставляли водить симулятор машины. Но самое любопытное не это. Как оказалось, люди с высоким уровнем. Ибо это не только толстяки, но и просто неуклюжие, нескладные типы привыкали к механизму быстрее, чем люди идеальных пропорций. И полосу проходили с большей осторожностью. При этом даже самые тощие мужчины в среднем показывали лучший результат, чем женщины. Те подолгу путались с управлением. А сняв перчатки, не могли перестроиться на владение голыми руками. Так что, как заключают ученые, толстяков напрасно считают неуклюжими. Из-за постоянной боязни что-нибудь опрокинуть, они вырабатывают куда лучшую координацию, чем иные худые люди. Это, конечно, не повод пускать их на батут и вейкборд, но, согласись, успокаивает. Кроме того, женщин, похоже, правильно считают плохими водителями и забивальщицами гвоздей. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.